здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разберем вот эту вот футболочку женскую девчонки вопрос от подписчицы его я вас приветствую вот вопрос звучал в дырочках как бы самих дырочках но я сделаю разбор и футболки потому что модель интересная а несложная весь как бы весь вопрос в это в этих дырочках что хочу сказать вот полностью такие дырки как в оригинале к сожалению нельзя при ручном вязании невозможно как бы воспроизвести только машинным вязанием почему я вам сейчас попытаюсь объяснить но мне это понятно так как я вижу и на машине вернее вязала сейчас данный момент не вижу но я вязала и знаю как это выглядит при вязании на машинке вот это пропуск петли там протяжка идет ровно если же мы делаем эти протяжки пропуски петли в ручном вязании у нас не получится сделать вот тоненькую вот протяжку вот вот как здесь на образцы есть широкие протяжки из двух петель вот это узенькие протяжки из одной петли которые вот если смотреть на вязание сейчас я вам все покажу потом вы поймете кто не знает тут поймет а кто знает то тот просто узнает вот она протяжка из одной петли видите при ручном вязании вот она и вот она здесь у нас вот вот одна петля вот две петли и получается что у нас полотно деформируется то есть одно в ширину у нас будет растянуто либо вот эти протяжки будут вот таким вот образом провисать при машинном же вязание это протяжка у нас получат за ровно и нет вот этого вот и избыточно нитей при распущенной петли поэтому чтобы эту футболочку воспроизвести вот я пришла к выводу что нужно делать вот у меня кстати из одной петли но но разница есть и вот из одной петли тоже с разницей тут как бы на сейчас вы поймете тут сокращено две петли а тут сокращено 1 вот давайте будем разбираться на примере да значит два вида я еще под конец видео разутюжили посмотрите по сути в принципе то разницы нет но здесь вот красивее выглядит будет выглядеть вот это вот дырка вверху то есть чтобы она была ярко выражена ее нужно как бы двойную делать основа вязания это лицевая гладь начинаем мы все это делать как бы в процессе вязания и регулируем уже количество вот видите я уже начала здесь у меня вот здесь вот будут протяжки пока их нет вот сначала мы регулируем вот таким вот образом делаем накид и провязываем две вместе и далее мы вяжем обычно вот без всяких заморочек ну то есть обычная лицевой гладью вот эти вот как бы накиды вместе располагаем в хаотичном таком порядке как 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 мы хотим расположить эти полосы вот видите они там и в высоту на образце разные и ширину вот видите в ширину не совсем получится как бы воспроизвести в точности как в оригинале ну можно поиграться попытаться а можно просто одной петлей одним накидом делать все время изнаночная лицевая гладь накид провязываем изнаночной в изнаночном ряду и продолжаем вязать чулочной гладью далее при этом в хаотичном порядке еще делаем вот такие вот заготовки если хотим вот эту вот как бы капельку снятых петель маленькую эту провязываем там 68 рядов если хотим побольше то провязываем высоту столько сколько вы хотите чтобы как бы длина была вот этой вот капельки здесь вот смотрим кстати я уже ускакала далеко смотрите вот чтобы закончить вот я допустим сделала вот такой вот накид 2 вместе и провязала видите высоту сколько петель теперь смотрите нам нужно четко определить вот эту петлю можете маркером ее обозначить чтобы другую не спустить потому что это важно чтобы нам не спустить другую петлю и вот эта петля которая от накида идет мы ее опускаем и делаем еще один накид то есть здесь мы ее спустили здесь мы ее дополнили и вяжем далее и все вот самая простая как бы протяжка мы спускаем эту петлю до вот этого накида все дальше она не пойдет вот такая вот протяжка у нас получается и тем не менее вот смотрите она полотно расширяет нам нужно чтобы полотно не расширялась поэтому я вот придумала вот такой вот немножечко улучшенный способ этих просто протяжек для того чтобы полотно не расширялась но хотя если их на полотне немного то это принципе роли не сыграет если много конечно сыграет поэтому вот смотрим значит для того чтобы была протяжка натянута вот это вот здесь и не расширяла полотно чтобы она видите вот здесь вот у меня как разутюжена здесь уже даже видно да что лишнее там есть если разутюжить то она уже пойдет полотно в сторону здесь же ровная такая натянутая струна протяжка вот чтобы достичь такой протяжки мы делаем в третьем в первом ряду вот накид 2 вместе в третьем ряду сейчас покажу что мы делаем мы делаем два сокращения при этом не добавляя петли если мы добавим петли опять будет висящая протяжка то есть из накида у нас вот одна петля а здесь где у нас была провязана 2 вместе мы еще раз провязываем 2 вместе и только потом мы вяжем ровно уже на нужную нам высоту и вот получится такая протяжка широкая вот и там с двойной дырочкой сейчас я покажу как ее сделать двойную дырочку далее все в принципе мы начали вот поэтому я и говорю что это максимально такой как бы ну как сказать именно для вот этого именно для вот этой вот футболки видите есть много моделей где протяжки именно висящие да а именно в этой модели они ровненькие да и поэтому чтобы максимально этого достичь нужно сократить две петли а добавить всего один накид по и и те как бы та нить которая прераспал и та нить которая получится при как бы распускание этой петли в господи не могу слов брать кучу вот она получится натянута чего видите не нужно как бы добиваться при вязании на машинке там сразу же убирается петля вот это протяжка и все ровненько и так значит вот видно здесь у нас сокращено две петли а набрана одна дополнительная и что я сделаю вот здесь вот в заготовке сейчас я вам хочу показать как это все дело закончить то есть в этом способе мы поняли да одну мы убираем одну добавляем и потом эту одну спускаем а здесь же у нас сокращено две петли а добавлено 1 поэтому мы определяем эту петлю вот она как раз я вовремя я не спускаю делаю накид и бежу до конца ряда вот спускаем вот видите теперь у меня здесь сокращено 2 и вот эта протяжка у нас получается не расширяя полотна она получится ровной да она не будет обвисать что ведь здесь вот достигается расширением полотна при добавлено сокращение одной петли вот она здесь вот так вот получается ровненько вот и сейчас покажу там и на образце видно два накида там добавляются петли сейчас мы сделаем 2 и сделаю тоже красиво с двумя два накида вот вот в принципе и все что касается вот этих вот протяжек дырочек протяжек дырочек так второй накид мы будем делать признак хотя в начале видели да я сделал кто обратил внимание я уже его сделала в лицевой на лицевой стороне но рекомендую делать на изнаночной потому что будет красивее вот когда мы дошли сюда мы провязываем накид и делаем еще один то есть две петли мы добавили те которые сократили в начале 2 вот здесь вот один накид 2 накид а спусть хотя спустили одну петлю потому что вначале у нас был один накид в принципе и все понятно как бы ну и далее чулочная гладь и вот таким вот образом хаотично располагаем распределяем вот эти вот протяжечки очень красиво будет какой-то хлопковой льняной пряжи не заморачиваясь с узором из бамбука того же думаю будет очень красиво такая футболочка вяжется она очень просто сейчас я вам все расскажу дырки можно на спинке не делать я думаю так вот здесь вот у нас смотрим один накид и вот второй под ним все мы восстановили количество петель за этим надо следить либо выберите в общем прав проверяйте вот здесь вот если сокращено 2 то значит делайте 2 накида если сокращено вот одно то делайте один накид сейчас я разутюжил вам еще покажу разутюженном виде вот чтобы маленькая протяжечка была вот смотрите совсем чуть-чуть провязали и сделали спустили эту петлю у вас будет малюська протяжечка вот она так сейчас я развить уже вам покажу и разберемся с самой моделью как бы с самой схемкой и так девчонки вот смотрите что я вам хочу показать вот видите вот в он стоять ровненько вот где у меня сокращено две петли вот он и получается как-то ровненько аккуратненько где сокращена одна и здесь добавлено 1 вот видите она такой корявой плюс что оно должно быть вот таким вот образом то есть вот это все что здесь как бы я показывал на своем месте она вот так вот все остальное это лишнее это уже уходит в стороны видите вот здесь вот все прекрасно видно здесь у нас две добавлено вот что я добавила в лицевом ряду вначале видим да сразу то есть первом лицевом а один накид во втором лицевом 1 накид вот так вот выглядит если безнаночном ряду то более похоже на оригинал ну там у них дырочка либо до накида либо после накида то тоже уже варьируйте по вашему усмотрению вот здесь же вот смотрите я пробовал и 3 петли вот здесь я пыталась как бы повторить то что в оригинале ну в ручном вязание это просто безобразие поэтому вот смотрите чтобы вы это безобразие видели доказательство того что я действительно пробовала разные разные варианты вот пришла к тому что вот этот вот вот он вариант самый оптимальный да где сокращается две петли и набирается одно все я думаю вы поняли теперь теперь спор модели что касается модели все максимально просто это прямоугольник со спущенным рукавом сразу мы набираем ширину окружной полу окружность бедер плюс 10 сантиметров 10-12 больше не надо и меньше тоже не надо может нет подождите возможно и больше возможно 15 в зависимости от зависит от того какую свободу как бы вы хотите в этом топе далее вяжем ровно там я вижу ровно от ровно и ровно и вязание можно сделать вот таким вот образом то есть расширить можно вязать ровно можно до проймы немножечко расширить тоже может вы хотите допустим на бедрах в обтяжку а вверх как бы летучую мышку тогда расширьте если просто хотите так как там на образце то достаточно вязать ровно прям до линии плеча вернее спущенного до плеча уже на руке вот здесь у нас плечо а если посчитать не доходя до плеча скажем так 5 сантиметров я бы сказала 57 57 сантиметров не доходя до плеча вот мы вяжем ровное полотно абсолютно без ничего вначале у нас резинка 2 на 2 резинка 2 на 2 здесь по обвязки рукава это уже потом это обвязка и при том она обязана и отвернуто сюда и подшито я так понимаю потому что выглядит достаточно такое хотя может и не сюда может просто двойная и подшита но в любом случае она двойная там вот это обвязочка на рукаве хотя тоже не обязательно смотрите как вам нравится так довязали мы до плеча здесь что мы делаем здесь у нас вырез лодочка вот и обязан он платочной вязкой значит что что нам нужно для этого чтобы сделать скос плеча и вырез лодочкой для начала мы начинаем вязать незаконченные ряды и оставляем здесь по 2 петли до самого края довязываем допустим до горловины и делаем вот здесь вот вот этот вот уголочек незаконченными рядами в каком-то видео я это уже показывала в каком а в кардигане я это показывала как это сделать незаконченными рядами и еще где-то показывал уже забыла девчонки напомните кто недавно смотрел мои видео так я имею виду подробно где я вот это вот показывала правда я уже сколько видео я не помню где что показывала вот потом мы эти все петли если это незаконченные ряды вот соединяем в этих местах и довязываем горловину платочной вязкой буквально 5 рядов потом соединяем с плечом и закрываем все петли можем здесь закрывать по 2 петли чтобы не заморачиваться незаконченными рядами сделать горловину потом обвязать платочной вязкой мне кажется что все-таки цельным вязанием намного будет красивее но сложнее немножко ну хотя кто первый раз один раз вяжет тому же не сложно что касается спинки вяжем точно также здесь недоконченными рядами до горловины здесь мы не делаем вот этого выреза углубления мы просто дошли до вверху и 5 рядов платочной вязкой закончили вот здесь вот и в принципе все плечи сшили здесь сшили обвязали рукава проб прорез на рукава достаточно глубокие где-то 20 сантиметров и что хочу еще сказать для более таких продвинутых этом все можно сделать сверху вниз вязать но хотя не получится вот эти не сверху вниз девчонки не получится протяжки снизу а здесь соединить тут можно вязать до проймы цельным вязанием далее разъединить на рукава далее вязать как бы опять соединить и вязать погоном вот здесь оставили две петли на погон и погоном зайти до горловины вот вот здесь вот сделать как при погоне росток вот в конце обвязать 5 рядов платочной вязкой тоже вариант будет намного аккуратнее если цель навязанными его сделать будет вообще красивенько в принципе все по сути того модель а кто вообще новичок так я вам кто совсем-совсем только начинающие сделайте вот таким вот образом сделайте простой прямоугольник здесь резиночка далее вот эти вот протяжки поделайте они насколько отвлекут внимание от всего остального здесь пробежите 5 рядов платочная вязкая в конце потом обвяжите вот это вот это потом из шейки просто плечики ну шейки пошире вот эту лодочку конечно же она не будет лежать супер-пупер но вы сможете спустить плечико вы можете ее варьировать либо собрать как бы ну как бы опытная базальщика конечно там нюансы найдет но для начинающие я считаю вот такой вот вариант самый простой как бы из квадрата сделать эту футболочку вообще самый-самый шейки блеск вот в принципе девчонки все на сегодня все с вами вами к школа рукоделия всем пока пока